как всегда у нас с вами тема философия компании актуальной новости проекта вот меня зовут олег тарасов я являюсь спикером для для вас вот для наших белорусов белорусских партнеров возможно и другие партнеры к нам заходят вы знаете да вот кого-то по приглашению кто-то сам приходит вот поэтому я тоже вас очень рад видеть как и вы я являюсь инвестором партнером компании и в оригинальным спикером в республике беларусь ну что вам хочу сказать что прежде всего скажем так мы с вами в апреле отметили день рождения анатолия эдуардовича юницкого вот и я также это было в апреле еще да вот а в мае мы тоже с вами первый раз видимся теперь мая поэтому я вас поздравляю с 1 мая 9 мая вот и вот этот вот лозунг да мир труд май я думаю что он возымеет действие потому что действительно через такой вот тернистый путь который проходит антолий эдуардович юницкий мы им активно помогаем вот вот это вот выражение терпение трусию перетрут вот подтверждает вот это вот теорию действительно антолий эдуардович не свернул ни разу со своего пути не не предал свою мечту несмотря на все вот эти вот перипетии предательства различные нападки и так далее он знает что он делает поэтому для меня он является огромным примером я думаю и для вас тоже поэтому мы с вами собираемся как минимум два раза вместе с кем-то мы увидимся чаще вот и вот эту вот мечту которая уже становится былью то есть от который уже стала былью осталось только ее скажем так размножить и показать всему человечеству что есть замечательная альтернатива нынешнему существующемуся транспорту вот и как и философия компании что транспорт должен быть решением широкого круга проблем а них источником которые настоящее время транспорта является вот поэтому система переносится на второй уровень до над поверхностью земли благодаря этому решается очень и очень много проблем ну что транспорт сам по себе безопасен транспорт юницкого до доступен потому что и по цене и по скажем так возможности все это проводить адаптивен то есть его можно разместить как скажем так в городах плотно заселенных до его можно разместить в районах где нетронутая природа потому что действительно очень маленький земля землят вот соответственно это экологично очень транспорт он электротранспорта и энергии эффективен потому что действительно тратится очень мало энергии на преодоление различных препятствий в виде воздушных масс, в виде трения колеса, допустим, об асфальтах в традиционном виде, какие-то переплески постоянные, постоянные светофоры. Здесь этого ничего нет, поэтому здесь, конечно, очень сильно экономится энергия. И вот это вот фото, которое в свое время было выставлено в Интерфаксе, и когда Владислав Волков говорил, что именно это фото мы попросили заменить, действительно, вот это из нашего экотехнопарка в Мариной горке, действительно, яблок еще нету, но они уже цвели, отцвели яблони. Вот поэтому вот эта картинка, мне ее тоже захотелось еще раз вам показать и действительно сказать о том, что действительно вот она природа, вот он транспорт технологический, скажем так, достижение, да, Анатолия Дуаровича Юницкого, и вот это все смотрится как, насколько гармонично. Если вы со мной согласны, пожалуйста, тогда тоже, да, там мне уже написали, да, создавай инструменты, но для... Кумир, да, большой буквы, совершенно верно. Анатолий Дуарович Юницкий действительно кумир. Вот, и вот этот транспорт действительно замечательный, мы, многие из вас на нем ездили, да, на этом же транспорте есть, сейчас и в Шарже проходят все испытания, но вы сейчас знаете, что сейчас и 25-ти местный Юнибус туда прибыл, поэтому все вот сейчас настолько уже плотно все эта информация идет, что действительно где-то еще не раскрываются все, скажем так, секреты, можно сказать так, да, чтобы, как говорится, вот есть такое выражение счастья, деньги любят тишину, но вот именно вот эти вот новые идеи, чтобы их никто, скажем так, не, ну, скажем так, как вам сказать, не оскорбил, можно сказать так, да, потому что слово такое, вот, то действительно и не сглазил и так далее, все, поэтому здесь вот движется все в своем, своем русле, и мы, конечно, с вами будем это все видеть и радоваться, потому что мы уже с вами радуемся, что это все движется, не останавливается, но когда это будет еще во всеобщем доступе, действительно, те люди, которые не знали об этом, либо люди, которые не хотели, чтобы это случилось, они, конечно, не будут радоваться, но постепенно, я думаю, они поймут, что это, в общем-то, во благо всего человечества, во благо всей земли, природы, животного мира, растений, в общем-то, это действительно транспорт, который уже необходим и нужен всему, на всей нашей земле, ну, такая высокопарность, возможно быть, но, в общем-то, это так и есть, да, ну, в мае у нас, видите, было два праздника, а вот наш личный такой большой праздник, это то, что мы действительно вот уже вышли на финишную прямую, и 13 мая у нас, вот видите, завершающий, начался завершающий 15 этап, здесь поставьте все тоже восклицательные знаки, поставьте десяточки, даже 15 можно поставить, да, ура, да, действительно, ура, потому что, действительно, эта дорога была очень длинной, можно сказать, да, потому что, ну, конечно, все думали, что сейчас вот Анатолий Дуарович заявит об этом, пойдут инвестиции, люди скажут, ура, как вот мы с вами, да, и все быстренько-быстренько соберут денежки, все правительства скажут, да, конечно, нам транспорт нужен, Европа вся заберет, Восток заберет, Америка заберет, однако нет, как оказалось, что путь оказался очень тернистым, и вот эти новые технологии, они очень многим, скажем так, сильным мира сего не нравятся, потому что они привыкли зарабатывать деньги на том, на чем они зарабатывают, вот, и вот это такой транспорт, который вообще сбивает, скажем, карты, вот, путает все карты, поэтому здесь, конечно же, оказалось огромное сопротивление, вот, моя кошка тоже это подтверждает, вот, да, да, Моня, вот, поэтому я вас поздравляю, вот, мы, скажем так, перешли на этот новый этап, и вот будет всего три подэтапа, и даже вот, насколько мне сейчас в голове помнится, что даже Евгений Кудышев, возможно, ну, вопрос такой задавали, вот, ему, возможно ли даже, что этот этап пройдет очень быстро, даже, может быть, даже, какие предположения были до конца 23 года, да, возможно и так, потому что, действительно, сейчас уже, вы знаете, была информация о некоторых адресных проектах, вот, уже, скажем так, есть, это финальный этап, это Юнифлэш, который будет двигаться со скоростью 500 км в час, но в то же время есть, вид, пассажирский транспорт, есть транспорт грузовой, и сейчас все это активно все внедряется, вот, показывается в Шаржа, в Экотехнопарке, да, там, SRT парк, вот, и очень многие правители других Эмиратов приезжали, да, и, в общем, Шаржа очень заинтересована развития, но мы сегодня это посмотрим еще раз, да, вот, и вы знаете, и Дубай, и Абу-Даби, и вот этот рак Расальхайма, да, тоже этот Эмират, который рядом с Аманом, тоже оттуда приезжал правитель, поэтому все, вот это, это уже говорит о том только Эмираты, сколько вот уже интересов, про другие я пока говорить уже не буду, вы сами знаете, и Индонезия, и, скажем так, и Вьетнам, и Латинской Америке, и в прошлый раз мы вам рассказывали о том, что Ленинградская область заинтересовалась в развитии данного транспорта, поэтому, конечно же, очень и очень много, главное сейчас это все спокойно расставить, скажем так, по очередности и двигаться дальше, вот, вот, ну, еще раз вас поздравляю с 15 этапом, это финишная прямая нашего, скажем так, проекта, вот, перед выпуском его в свет уже. Ну, тоже очень хорошие новости, вот, значит, по итогам аудита за 2022 год компания UST вышла самоокупаемость, тут тоже можно сказать, это очень здорово, потому что, если брать развитие проекта, то вы помните, это и Алексей мой сколько раз говорил, и другие спикеры, что компания выйдет на IPO, которое очень многие вот связывают IPO именно с тем, что вот этот, уже вот эти доли превратятся уже в акции, которые действительно будут продаваться как минимум по одному доллару, так вот, чтобы выйти на IPO, компания должна два года быть, скажем так, в плюсе, да, то есть вот, и вот этот, именно вот этот вот 22-й год уже аудит подтвердил, что действительно UST уже на самоокупаемости, поэтому я вам хочу сказать, что действительно вот этот вот план, который уже расписали в наших кабинетах, что 25-й год, возможно, это будет действительно выход на IPO, а может быть даже раньше, но если так посчитать, 22-й, 23-й, вот 24-й, тут уже вот, пожалуйста, вот вам уже даже больше, чем, скажем, два года, и это уже хороший задел для того, чтобы действительно заявить о себе уже на международной бирже, скажем так, да, то есть уже сделать, скажем так, такой вот, выйти на IPO, так вот, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 22-м году UST была получена прибыль, которая позволила компания выйти на самоокупаемость. Основное направление коммерческой деятельности инженеровой компании за отчетный период оказания услуг по проектированию транспорта из структурных комплексов UST. Вот, это есть все у нас в кабинете, можно зайти посмотреть, там все для людей, которые более скрупулезно это все хотят изучить, это все есть, все можно расписать, все вот эти документы, все-все-все расписано. Я не бухгалтер, мне это тяжело, но если кому-то это нужно, я знаю, что у нас с Алексеем обращались нам люди, в частности, моя вот сестра обращалась, потому что действительно люди хотят посмотреть эти бумаги, то Леша несколько раз вот отсылал Ольге и Наталье такие вот документы за предыдущий год, вот такие вот вещи. Поэтому все это есть, все это представлено, да, и все, скажем так, есть в наличии. Вот, ну, значит, в офис лайф вышла такая статья, что генеральный директор Надежда Косарева, вот такая статья, что о работе компания. Мы действуем на опережение. Современные проблемы транспортной сферы, говорит она, невозможно игнорировать. Мы действуем на опережение, создаем надземные комплексы, которые характеризуются высокой адаптивностью, экологичностью, безопасностью, доступностью по сравнению с традиционными решениями. Невозможно не заметить, как на глазах меняется транспортная отрасль, внедряются беспилотники, аэротакси. Уверен, что комплексы и ЮСТ могут конкурировать по эффективности пассажирских грузовых перевозок с любыми из передовых решений. Действительно, что вы знаете, что сейчас тема уже не первый год муссируется о том, что аэротакси взять, потому что действительно, на какой бы ты машине не двигался, это будет Бугатти, там, Феррари, либо наши Жигули, да, то есть российские Жигули, вот, или наши, как у нас, Бел, что у нас там называется, наши автомобили совместно с китайскими, да, вот вылетело из головы, ну, помогите мне, да, вот. Вот, и получается, все равно, если мы стоим, в какой бы машине ты ни был, если ты находишься в пробке, то получается, как говорится, не туда и не сюда, вот. Поэтому, вот, решение должно быть, оно должно быть действительно кардинальным, и вот в этом фильме, как мы тогда смотрели с вами «Пятый элемент», когда там герой Брюса Уиллиса, да, он там нарушал уже не просто там влево-вправо, а он там, в общем-то, нырял где-то по воздуху вниз, вверх, там были аварии, там уже довольно-таки сложные аварии, поэтому вот эти аэротакси, они, конечно, возможно, и очень интересны, эффективны, но это для, во-первых, для малого круга людей, во-вторых, все-таки это тоже небезопасно, вот. Ну, дальше смотрим, что вообще рассказала Надежда Косарева о том, что действительно эта организация UST имеет очень, да, джели, 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 да, спасибо большое. Это собственная научная конструкторская инженерная база, вот целых три базы, да, UST позволяют решать задачи различного уровня сложности. В компании работает 11 кандидатов наук, 5 доцентов, около 500, представляете, инженеров, но это очень здорово, да. Вот, поэтому, кроме того, в Белоруссии компания имеет статус научной организации, это мы тоже сколько раз с вами говорили, вот, всего в структуре более 50 конструкторских бюро и отделов, которые базируются в девятиэтажном офисе. Вы все этот офис знаете, видели, ну, не все, но, по крайней мере, картинки видели. Мы с Алексеем даже там были несколько раз уже, да, и тоже вам оттуда были у нас тоже и репортажи, и фотографии, вот. Поэтому, кто находится в Минске, пожалуйста, на улице Железнодорожной 33, вот, можно приехать, посмотреть, вот. Если вам какие-то есть, у вас там, скажем так, возможность туда попасть, то тоже, наверное, ну, кто-то из вас был, по крайней мере, я знаю, Леша был, вот, Лена Степина была, это точно знаю, может быть, кто-то еще был. Так что, люди знают, и что, действительно, мы гордимся тем, что это здание собственное теперь ЮСТ, и, действительно, мы являемся тоже, скажем так, сособственники данных, вот, вообще, вот этого всего, и производства, и зданий этих. Ну, конечно же, это все очень здорово, что все, все это находится у нас здесь, и мы видим, как это все, действительно, как компания с нуля, с нуля развивается, что в Мариной Горке был, когда-то там в сапогах, Леша рассказывал, ходили резиновых, да, там грязи было на танковом полигоне, вот, и не было ничего своего, теперь все больше и больше, и, в общем-то, на самом деле, давайте так быть честными, это всего, вот, 2000, скажем так, 14-й год, вот, говорят, да, много там, много, но на самом деле, это, это вообще, с точки зрения истории, вообще, новые отрасли, это вообще ничто, то есть, да, и вот, вот, я хочу здесь сказать о том, что людям, которые не умеют вот это вот ждать, терпеть, вот, они все время ругаются, я иногда, действительно, ну, уже, может быть, как-то так поспокойнее стал, потому что мы поспокойнее стал к тем людям относиться, которые там требуют что-то, особенно хамят и так далее, это только по одной причине, что я знаю, что мы идем семимильными шагами вперед, и здесь уже, скажем так, когда вот объявят, уже о том, что там строится, там строится, там строится, вот эти люди, они, конечно, тихонько закроют ротик свой, вот, и все, но надеюсь, что также получат они, конечно же, свои дивиденды, но, конечно, возможно, им когда-нибудь станет стыдно, что они не могли так терпеть, но, видите, вот это вот терпение и труд говорят все перед трудом, так вот, очень многим не хватает именно вот этого терпения, поэтому будьте терпеливы, терпимы, вот, и если есть возможность, всегда нужно, конечно, аргументированно отвечать таким вот хейтерам, а не просто тоже, скажем так, становиться на их уровень и гавкаться, вот, как они это делают, поэтому действительно лучшее, скажем так, доказательство, это вот, это факты, а факты говорят о том, что наша компания очень хорошо и успешно развивается, и ура, да, вот, значит, далее, значит, в офис-лайн тоже представили, в офис-лайн, значит, почему может конкурировать с другими видами транспорта, но, опять-таки, для тех, кто у нас постоянно присутствует, это все прекрасно знают, но, опять-таки, по стоимости, да, гораздо дешевле, чем метро, чем легкорельсовый транспорт, даже канатные дороги, потому что Анатолий Дарович, я помню тоже, я смотрел какое-то интервью, и он сказал, что я был удивлен, что мы думали, что вот, ну, действительно, очень многие даже путают, вот, у вас как канатная дорога, хотя, может быть, внешне, и, да, натянутую, натянут рост, можно сказать, да, ну, это самое, но кабинки там привязаны, да, и вот тянешь, и вот они идут все там одна за одной, все, здесь же, получается, различные виды транспорта, здесь же, получается, что транспорт не привязан, а он движется, действительно, по вот этой вот струне, да, вот, и он может двигаться с разной скоростью, и догонять, и, скажем так, ну, не перегонять, но если будут определенные на остановках какие-то, вот, как это, такие вот определенные стрелки, сделанные, если так вам сказать, да, связаны, ну, как вот в железнодорожном транспорте, то, возможно, и обгонять будет, да, но с учетом того, что, так как на одном, на одной эстакаде, может быть, и сверху, и снизу, то тут действительно точно уже будет обгонять, потому что сверху, если, да, будет двигаться Юнифлэш, а снизу будет двигаться транспорт пассажирский, либо грузовой, то это действительно будет вот такая вот картинка, очень даже интересная и очень мобильная, вот, но опять-таки дальше, и Анатолий Эдуардович сказал, что я был удивлен, что канатные дороги, оказывается, километр в среднем стоит 20 миллионов долларов, то есть мы когда говорим о том, что вот Юнифлэш там и так далее, это все, это самое современное оборудование, которое будет транспорт двигаться с 500 километров в час, и то стоит там 15-18 миллионов, да, то здесь канатные дороги, которые, канат, которых приходится менять от 3 до 8 лет после эксплуатации, 3-8 лет уже приходится канат весь менять, и я тоже присутствовал, когда я в свое время в другой компании я полетел вот в Казахстан, в Алматы, и там вот этот вот Медео, да, вот самый знаменитый в свое время каток, вот Медео, и вот там тоже есть там канатная дорога, это очень красиво, там в горах проехать, и вот нас привезли сюда, как, скажем так, показать это все, а там сказали, а мы меняем канат, и вот тоже получился такой облом, поэтому вот, видите, довольно-таки часто меняют эти канаты, вот, и стоит это все недешево, и это все, соответственно, стоит, то Анатолий Дуарович говорит, что в нашем случае этого ничего не будет, не стоять ничего, потому что дороги у нас гарантия 100 лет практически, представляете, на транспорт там, конечно, это 25 будет, потому что мы будем двигаться, постоянно менять, но опять-таки, представляете, какие сроки, 25 лет, 100 лет, 50 лет, вот такие вот, вот, а канатная дорога уже через 3-8 лет уже надо менять, в зависимости от того, как, ну, канат перетирается в тех местах, где вот накручивается и так далее, вот, ну, также низкая мотиллера емкость, а это ажурный опор, располагается на большом расстоянии, и самое главное, что для земли, это тоже очень важно, требует минимального землеотвода, как вот, опять-таки, мы с вами разбирали, когда говорил ленинградский чиновник с ленинградской области, он и говорит, что это как пятна, вот, поставили пятно, очень маленький земляотвод, не надо ни перевозить, ни трубопроводы, ни газопроводы, как они говорят, ни водные там, какие-то преграды, все это очень легко решается, поэтому они хотят поставить сейчас два пилотных проекта, мы в прошлый раз с вами говорили, и вот тоже, то есть люди начали понимать, что ездить на транспорт, и не надо его, скажем так, игнорировать, вот, хотя много, конечно, там было со стороны железной дороги, таких всяких, ну, вы знаете, да, кто следит за этим, что и руководство железной дороги, что это все фикция, это ничего, нет ни сертификатов, ничего, но вы знаете, что все было получено, вот, и сейчас тюк, вот этот сертификат международный, и все это продолжает строиться, двигаться, и уже 14 вот этих вот видов транспорта, поэтому, но это только начало, да, это вот как, я не мог даже Джили вспомнить, потому что вот они все эти, меняются, меняются какие-то вот, а вот это вот, да, то здесь у Анатолия Дарвича тоже, пожалуйста, любой, скажем так, поле деятельности, в общем-то, да, это целая отрасль, и вы можете выпускать различные электромобили, такие мобили на стальных колесах, которые действительно будут, я думаю, очень быстро развиваться по дизайну, по, скажем так, своим техническим данным, потому что сейчас уже вот пятое поколение Анатолий Дарвич, вот, поехал, транспорт 25 мест, представляете, уже пятое поколение, еще даже нету 10 лет, вот 9 лет, там, или 8, да, как тут считать уже, с какого времени, когда первый штык-лопаты воткнули и закопали капсулу, либо когда действительно уже производство, вот, поставили. Поэтому, я бы сказал, здесь Анатолий Дарвич движется с космической скоростью, вот, но, производительность комплексов, юристы тоже очень велика, 50 тысяч пассажиров в час, вот, и, скажем так, ну, не знаю, как-то, секрет, не секрет, ну, ладно, скажу, в одной из стран, вот, сейчас сделали фуникулер, который за 1 километр отдали 32 миллиона долларов, да, насколько я так помню, вот, и там всего перевозят 5 тысяч, нет, тысячу, тысячу пассажиров в час, и вот, даже были, как бы, такое мелкое расследование, ну, или мелкое, какой, ну, там, на таком высоком уровне, это уже так вот, скажем так, в частной беседе я разговаривал, вот, и вот об этом и говорится, что как это так, почему это сделано, но это было еще сделано при предыдущем, допустим, руководстве страны в одной из стран, да, вот, и говорят, а почему это такое делали, если есть вот юристы, вот такие вот уже идут сравнения, то есть люди, которые идут во власть, они всегда анализируют, где деньги потрачены, на что потрачены и так далее, и вот я вам говорю, что в этом даже плане уже даже, как бы, вот эти вот баталии, они возникают там, где идут какие-то выборы, те или иные другие, во властные структуры, вы представляете, вот, поэтому люди приходят, вы, скажем так, вот, когда мне говорят люди, это не поедет, а то я говорю, ну, вот, вы приходите, у вас семейный бюджет, да, и вот можно купить, допустим, телефон, айфон, там, допустим, 4 человека в семье, там, дети подросли, жена, там, все, и вот, 4 айфона купить, допустим, да, там, 14-х, либо купить, допустим, там, ну, я не знаю, там, какой-то из андроидов, там, допустим, ну, ксиоми тоже, допустим, да, к примеру, и вот понятно, что бюджет ограничен, и если людям не вопрос купить эти 4 айфона и потом, как говорится, на них масло мазать, это одно, если, как говорится, если уже действительно бюджет, то есть люди, вот, я знаю, и с кнопочными телефонами ходят, говорят, а звонилка работает и так далее, вот, понимаете, все за этот бюджет, так же и в большом государстве, там, или там, в каком-то регионе, есть ограниченный бюджет, и вот люди считают, смотрят, что им нужно, им нужно перевозить людей количество 50 тысяч пассажиров в час, что метро, метро очень дорого, что еще есть, там, монорельсы, которые очень медленные, очень громоздкие, все захламлено, не подходит, канатная дорога, не подходит, потому что ограничено, там, по расстоянию, там, 5 километров, а надо, допустим, 25 километров, ага, что еще есть, есть еще трамвай, ага, и вот начинаю считать, что я потом, говорят, а вот есть, оказывается, такой транспорт веницкого, а сколько, а чего, да не может быть, и я тогда вот еще тоже говорю и повторяю, что мне даже иногда кажется, что люди боятся, как это так, такой транспорт современный, такой классный, космический, выглядит вообще, очень адаптивный, легко, вот посмотрите, какой красивый, вот эта картинка, да, и всего там стоит, там, 10 миллионов, к примеру, там, или все, ой, тут что-то не то, и вот, вот, понимаете, вот я тогда даже за резком, это так и сказал, может, стоит поднять, вот, но, понимаете, я думаю, что все в свое время, как говорится, товар свою цену возьмет, поэтому, как только вот это начнется, скажем так, ажиотаж, я думаю, что тогда уже будет немножко другая цена и в другое отношение, и мы с вами от этого только выиграем, вот, кто самый согласен, поставьте семерочки, а то я тут уже, как говорится, зарапортовался, вот, да, спасибо вам большое, вот, ну, что еще, вот, опять-таки, в офис лайф опять рассказали, что, а также отличается своей прочностью, надежностью, вот, ключевыми элементами стакада выступает струнный рельс стальная или композитная балка с пучком на преднапряженных растяжением струн, да, вот, дальше, получается, точечное установление опоры, мы с вами проговорили, да, и минимизирует вот это ДТП, дорожно-транспортные происшествия, заторы, пробки различные, потому что, действительно, на втором уровне, там только вот этот транспорт, тот, который запускает сама система, сколько нужно, согласно... скажем так, пассажиропотоку надо и поезда запустить такими один за одним, да, либо это будет двухместный, красивый, потому что там будет, допустим, уже будет поздно и, мол-то, вот, там только отдельные какие-то люди будут возвращаться по каким-то причинам, там, которые уже, вот, допустим, где-то загуляли, понимаете, двухместный, четырехместный и так далее. Все очень, вот, здорово. И, опять-таки, если есть проблемы широкой реки, либо сложный рельеф, опять-таки, транспорт UST в этом плане очень сильно поможет. Вот такие вот дела. Ну, еще одну статью, которую я тоже вам хочу рассказать, это вот называется, как трассы UST могут решить проблему весенней просушки автодорог. Вот я даже это такое и не знал, что такое авто, то есть это весенняя просушка автодорог. Кто знает, поставьте единички, кто не знает, поставьте двоечки. Вот, потому что я, для меня это оказалось удивительное, действительно. Оказывается, что из-за активного снега таяния разлива рек, там, грунт перевлажняется и вызывает снижение несущной способности конструктивных элементов трасс. А весенняя просушка дорог, это ежегодно, оказывается, комплекс, да, вот видите, тоже вот двоечка, я тоже не знал, что такое есть. Это, оказывается, ежегодный комплекс мер, направленный на стяжение осевой нагрузки грозового транспорта на дорожное покрытие. То бишь, вот такие знаки выставляются, да, там даже от двух тонн я видел все, но чтобы вам было понятно. То есть, допустим, две тонны на ось, семь тонн, вот десять тонн, видите, и вот тут понаставили уже все. То есть, получается, вы сами знаете, если вот, у нас, кстати, наверное, есть такие вот места, когда ты едешь по асфальту, да, и там вот уже продавлено все, потому что все вот такое вот и получается, что когда перед транспортом высокий, особенно большегрузы вот эти, да, они действительно после вот этих вот зимнего периода, когда все тает, начинается вот это вот продавлено. Поэтому бывает месяцами, все это апрель-май, как март-апрель, как правило. И вот получается, вот эта просушка дорог длится 30 дней, но, допустим, вот для России, если там взять, да, то в одном регионе там, допустим, просушка уже закончилась и подошла к концу, а в другом только начинается. И вот получается, что получается там полгода, что ли, не запускать этот транспорт, понимаете? И вот и компания UST говорит о том, что мы можем решить эту проблему, чтобы вот так вот не разбивать эти дороги большегрузами, да, чтобы, ну там полотна очень страшные бывают, надо показывать, да. Вот. Я, кстати, ехал когда-то из Москвы в Дагестан, меня тоже когда-то пригласили на транспорте. Вот эта вот дорога, особенно вот это как на Ростов, да, ну это ужас. Я уже вообще не знал, что такие дороги существуют. Действительно, при том, что мы ехали летом, это было уже, скажем так, август месяц, ну, в общем, летом было. Но дороги просто ужасные, действительно, и вот эти вот, они страшные, с этими ямами выбоинами, там где-то вот, там все, и потом и аварии видел, да, и вот эти вот большегрузы, которые очень тяжело бы, нет, но, в общем, на самом деле, это не хочу, но это вот действительно реальная дорога смерти, вот реально. Не хотел это слово произносить, ну ладно уже, вот. Так вот, технология разработана компании UST может решить проблему организации круглогодичных перевозок. Трасса расположена над землей, поэтому сроки доставки грузов не будут зависеть от состояния грунта и погодных явлений. Вы представляете? Вот еще вот, казалось бы, при чем тут говорят, вот это там нам не нужно, у нас тут дороги. Вот, пожалуйста, даже просушка дорог есть такое выражение. И вот, пожалуйста, транспорт. Поэтому рельса струнного эстакада UST, она позволяет снизить, скажем так, вот эти все нагрузки на дороги, уменьшить количество вот этих большегрузов, которых невозможно никогда обогнать, да, которые, и в общем-то, особенно когда это ковид был, вы помните, тоже это была проблема в том, что один заболел, другой там не может выйти, этот не спал, потому что работает за всех и вся, и авария от этого случается. Вот, пожалуйста, видите, сколько решается проблем. Вот вам транспорт должен быть решением проблем. Вот еще одна проблема, и для тех, кто не знал, что такая есть просушка дорог, вот новое для вас такое понятие, и я, кстати, тоже впервые услышал. Ну, в общем-то, да, понятно, что вот продолжительность службы трассы до 100 лет, подвижного состава до 25 лет, когда срок эксплуатации асфальтного покрытия всего, допустим, 10 лет, ну, это, это, притом с натяжкой 10 лет, вы сами знаете, постоянно вот это идут какие-то сезонные эти работы, что-то там даже и в снег бросают, и в дождь бросают этот асфальт, и оно тут же разбивается и так далее, все. Вот, и комплексы действительно способны перевозить до 100 миллионов тонн грузов в год, да, и трассы могут применяться в различных типах грузов, и наливные, и набалочные, и штучные, и вот тут видите, какая картинка, когда тайга, да, и перевозится вот это вот действительно, вот посмотрите, какая красота, то есть вот, пожалуйста, одна опора, и вот весь лес под тобой, и, ну, просто фантастики, я не знаю, конечно, за кем решение, что вот так вот долго думает, вообще, как можно долго так думать, я не знаю, где бизнес весь, где вот эта вот смекалка, что быстрее надо бежать к Юницкому, заключать договора, все, там, вести там что угодно, лед туда, допустим, с севера, там, где, допустим, все Африки, в Африке давайте алмазы сюда, там, где не можно, все, здесь, пожалуйста, лес, все, ну, в общем, я не знаю, вот представь, как сюда можно, какие большие грузы сюда, и завязнет в этом лесу, и вы помните этот фильм сибирский цирюльник, да, там же вот эту машину тот создал, так вот там, ну, вот, короче, я в свои годы не понимаю, вот, вы представляете, ну, ничего не понимаю, понимаю, вот, Тесла тоже запороли, вот, сейчас ходили с сыном на вот это вот Космодрайв, ну, действительно, очень хорошо, двое ребяток, такие, не знаю, там, 16-17 лет, они показали вот эту катушку, Тесла включили, взяли вот эту вот лампу, вот, и вот мальчик не дотрагиваясь до катушки Тесла, туда подносит руку, а здесь держит просто эту лампу от дневного света, и она у него зажигается, вот о чем хотел Тесла, чтобы энергия была бесплатна для всего человечества, поэтому у него лампочки везде горели и так далее, все, мы же сейчас все за электроэнергию платим, платим и платим, да, вот и все, потому что сильный мир осего невыгодно было, чтобы это было все доступно человеку, вот, поэтому Анатолий Эдуардович Юницкий тоже сталкивается с этим, что сильный мир осего, им надо, чтобы вот эти вот деньги текли там, это асфальт, который там сколько денег отмывается, это там сколько нужно все ломать, поломать и так далее, а тут, пожалуйста, Анатолий Эдуардович предлагает такую систему дорог, ну, зачем же это, мы лучше будем дальше пилить бюджет, ну, вот так можно сказать, да, так что надеюсь, что все-таки мы свое достигнем и найдутся люди сначала, конечно, частный бизнес, который вот, скажем так, правители, вот, допустим, Эмиратов, которые действительно, они понимают, что в этом есть смысл, в этом есть экономия, в этом есть альтернатива транспорту, в этом есть безопасность, экологичность, там, да, там тоже все хотят уйти от двигателя внутреннего сгорания, и вот посмотрите, ну, очень классный регион, я вот действительно восхищаюсь тем, что когда там действительно, вот, там очень много людей, там живет всего 10% локолов местных, да, а 90% это приезжие, туристы, рабочие, там, вот эти вот все индусы, пакистанцы, которые там работают, но действительно все выверено, понимаете, вот, поэтому я думаю, что эти правители мудрые, и они действительно это все внедрят, эту технологию у себя в Эмиратах, а потом уже пойдет по всему миру, ну, опять-таки, я говорю, уже сейчас есть люди, которые и в других регионах работают, и достигают очень-очень больших шансов на то, что этот транспорт пойдет в других странах уже в ближайшие, скажем так, ну, можно сказать, месяцы, вот, это я уже так вам выдаю, значит, так. Ну, вот еще одна статья, на Federal Press вышла, как решение UST конкурирует с Tesla по безопасности. Ну, Tesla почему? Потому что, во-первых, это самая такая известная машина, скажем так, электромобильная, уже как бы экологическая, да, и в то же время это одна из первых, которая взяла вот этот автопилот, что стала говорить о том, что мы автопилот, автопилот и так далее, вот. И сравнили вот с Юницким, да, и получается, что опасность беспилотников, действительно, автопроизводители разрабатывают все больше и больше аппаратов системы автономного вождения, вот, и ожидается, что в ближайшее время это будет главный технологический тренд. Вот, видите, как красиво сидит пара такая, да, за ручки держатся, ножки положили, тут еще все, и вот они вот двигаются, ну, прекрасная картинка, конечно, я ее откопал, она мне очень понравилась. Здорово. Здорово то, что, помните, это выражение «дай дорогу дураку», что даже если будешь ехать и такой вот красивый весь, у тебя будет супер-пупер машина, то кто-то на каком-то будет ехать в таком же большегрузе, где-то он там не доспал, не доел и так далее, и он может въехать и потом сказать, ну, у меня же нету такого вот автопилота умного, да, вот. И все, и, в общем-то, в этом плане будут проблемы, потому что не все такие будут умные машины, но даже эти умные машины все равно ошибаются, да, поэтому вот тут вот, получилось, что Tesla стали, скажем, ну, вот это вот Tesla, да, модель Tesla Model 3, вот, по крайней мере, так было заявлено на картинке, вот, значит, что получается, что проверяли вот этот, организация называется Down Project, провела исследование, чтобы проверить работу электромобиля Tesla Model 3. Результаты очень удивили, потому что автомобиль под управлением, ну, это Tesla 3, да, под управлением автопилота сбивал детские коляски, манекены детей, не снижал скорость по требованию дорожных знаков, из-за проблем с ПО Национальное управление по безопасности дорожного движения США обязала Tesla отозвать почти 400 тысяч авто с бета-версии автопилота ФСД в феврале 23-го года. То бишь, вот, да, 3 месяца назад, вот, и получается, Tesla находится под пристальным вниманием, потому что уже 16 автомобилей Tesla, вот, фигурирули в аварии с участием машин экстренных служб. Вот так, понимаете, ну, помните, я еще вам в предыдущих показывал, как Tesla там в Китае где-то разогнала за 200 километров, там тоже две, двое человек погибли, да, потому что сбила просто, и не подчинялась никому и ничего. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому почему? Потому что это пространство, где ходят все дети, взрослые, коляски, пожалуйста, где-то там пешеход зазевался, вышел на какой-то свет. Это действительно все очень сложно, потому что мы находимся на одном уровне. И вот эта вот проблема, какой бы там умный ты ни был автопилот, все равно, если человек ошибается, то, конечно же, и автопилот тоже может ошибиться. Поэтому пока задача не решена, потому что, чтобы решить эту задачу, вот, как в Саудовской Аравии, они там предлагают в городе Лайн, да, The Line, уйти под землю, да, и вот там ездят. Но опять-таки там тоже, если там столкнутся один, второй, третий и так далее, там тоже будет, там уже погибнут больше людей, потому что там замкнутое пространство, недостаток кислорода, там отдохнуться можно, и сгореть, и так далее. Вот, поэтому это все проблема. Пока это все не придумано, куда это, что и чего, да. Вот, ну, пожалуйста, вот Ленинский опять, вот, смотрите, какая картинка. Опять-таки экологически чистая, красивая, ажурная, воздушная, вот, действительно. Поэтому там и написано, чем, значит, как сказали, чем внедрять, допустим, новый беспилотный транспорт, вот лучше реализовать автономные решения UST. Потому что это второй уровень, опять-таки, исключает пробки ДТП и контролирует вот это вот автоматическая система управления, что только практически маршрут и скорость движения. Опять-таки же контролирует посадку и высадку пассажиров, что существенно снижает вот эти все другие нагрузки на автоматическую вот это вот, на автопилот, да. То есть не надо думать, светофор, какой поворот, кого пропустить, где там зебра, где там просто ребенок выскочил за мячиком и так далее. Здесь, скажем так, вот это вот видео, когда мы с Алексеем ездили с детьми, да, когда наши дети бегут по травке, и над ними вот проезжали вот эти вот юнибусы, это действительно фантастика, да, что тогда вот действительно очень многие мои подписчики тогда отметили, что действительно, о, так это на самом деле это не рисунки, это здорово, да, вот мой ребенок, а вот идет мой партнер со своей дочкой. И действительно, вот получилось, они еще один за одним шли, поэтому получилось такое цельное видео, когда один транспорт проехал, потом другой проехал, а мы вот гуляли по травке босичком, и это было очень здорово. Да, поэтому вы знаете, что в этом году у нас тоже в Марьиной Горке будет экофест, вот, и я надеюсь, что многих из вас мы с вами увидимся, повидаем, но и самое главное, что приедут люди, которые, возможно, никогда не были, не ездили, и для них это будет действительно большой-большой, скажем так, подарок, потому что действительно вот два года этих, которых, когда ковид и так далее, очень многие вообще, скажем так, потеряли даже надежду, что вот это случится. Ну и, конечно же, второй кофефест будет уже в Шарже, перенесли его туда на осень, октябрь где-то, вот, там уже, конечно, будет вот этот Юнибус СПТ местный, а я надеюсь, что еще будет еще и грузовой транспорт к тому времени, поэтому очень жду этих всех событий, и надеюсь, что мы с вами тоже уже скоро будем уже так же ездить, путешествовать, и уже не просто в экотехнопарке, но уже и в реалии. Потому что у Шаржа очень большие планы на этот транспорт, мы с вами его разбирали. Ну вот, в доказательство тому, что все-таки все движется своим чередом, посмотрите, кто приехал. Значит, безопасность Юскай Транспорт, мы только с вами разобрали в том, что сам безопасный транспорт, вон там какие преимущества, а тут уже представители Шаржа Цивил Дефенс, то есть это гражданская оборона Шаржа посетила Юскай Теск, значит, парк, вот, чтобы ознакомиться с новыми для них транспортными решениями. Значит, целью была визита департамента была оценка возможностей рисков и опасностей с точки зрения гражданской обороны. То есть, это как пожарные, приехали пожарные, кто у нас самый главный получается, когда в офисах и так далее, это пожарные, да, вот, ходят, все проверяют, пожарные безопасности и так далее. И вот о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас вот это министерство, оно проверяет с точки зрения вот этой пожарной безопасности, возможных всех рисков, как они говорят, гражданской обороны, да, чтобы что, значит, так как этот транспорт совершенно новая технология, никогда не используется в Шарже, поэтому к Юскай Транспорт был подготовлен ряд вопросов, значит, например, такие, как правила вождения ЮПОТ в обычных и плохих погодных условиях, да, дальше, проектирование системы безопасности при возникновении аварийных ситуаций, вот, сертификационные специалисты компании способны оперативно устранять поломки, как это будет, да, происходить, а также последствия аварийных ситуаций. То есть, это о чем уже говорит? Это говорит о том, что уже привлекают тех людей, которые не просто вот Юницкий рассказывает, вот у нас транспорт безопасный, как это вот они могут на это повлиять, чтобы они убедились, это уже министерство, прежде понимаете, это о чем говорит? Это говорит о том, что это уже серьезный подход, уже идет, включаются другие органы, которые вот эти вот контролирующие, поэтому специалисты Юскай Транспорт максимально подробно ответили на все вопросы представителей гражданской обороны Шаржа, а также наметили планы дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, вот, так что все движется своим чередом, и я думаю, что это хороший знак для того, что данный транспорт будет внедрен на территории Шаржа, это в ближайшее время, вот, ну и еще одна статья такая быстренькая, усовершенствованный Юнифлэш, готовка с пытанием, то есть вы, я вам рассказал о том, что 50 различных КБ существует, вот, каждый занимается своими делами, мы в свое время, когда с Лешей в феврале ездили, давали прямой эфир там вели, там тоже сидели, умные дяди, в основном дяди сидели, да, вот, с компьютерами таким мощным все, мы там ходили, они вот прям даже на нас внимания не обращали, что-то там на третьем этаже все это проверяли, смотрели, открывали, закрывали, что-то передвигалось и так далее, ну вот, так же сейчас подвергся уже новым модификациям, уже Юфлэш, да, там, аэродинамика у него 0,06, по сравнению с болидом, у которого 0,7, представляете, показатель вот этой вот аэродинамики, то есть уже насколько лучше, дальше улучшили они, получается, вот его разобрали, думал, что это такой нарисованный, что это, оказывается, сняли вот это вот уже покрытие, да, вот, ну, скажем так, оболочку, вот, и внутри, видите, как целый космический корабль, да, вот, поэтому повышение комфортности улучшили оптимизированный, каркас, другие составные части проведено подрессирование, рессоры, подрессоривание, так называется, да, то есть, чтобы еще более мягкая подвеска была, вот, и, значит, специалисты производства СВ-плант испытали элементы подвески для определения показателей плавности хода во время движения, вот, Юни-мобиля по рельсо-струнной эстакаде, после пусконаладочных работ с пробными заездами планируется завершить Юни-флэш в действии, для этого будет организована серия последовательских испытаний, вот такая, опять-таки, модернизируется, потому что наш 15-й этап именно предполагает запуск Ю-флэша уже вот на международную такую арену, поэтому очень много сейчас прикладывается сил, ну, действительно, смотрится, как космический корабль, очень и очень здорово, вот, без этой вот обшивки, вот, и я хочу сказать, что сегодня именно уже, скажем так, идет, да, то есть транспорт ЮСТ представили сегодня, 15 мая начинается выставка Mobility Live в Абу-Даби, и именно сегодня, и сегодня будет и завтра данное мероприятие будет проходить, я думаю, что мы через две недели его подробно с вами обсудим, потому что я уверен, что и Сергей Тарасов, и Олег Зарецкий обязательно выставит об этом новости, возможно, будет даже какое-то видео, репортаж, ну, как минимум, фото и текст обязательно мы с вами это узнаем и посмотрим, вот, кроме того, для меня тоже было интересно, выставили, смотрите, завтра, если кому-то интересно, да, значит, я вам скажу, куда зайти, вот, будет такой, называется, бизнес-завтрак, то есть называется экологический транспорт, как экологически путешествует по Эмиратам сегодня и в будущем, присоединяйтесь к нам на наводящем на размышления бизнес-завтраки в SRT парк, 16 мая в 10 часов, но я так понимаю, что это по Эмиратскому, поэтому у нас это будет 9 часов утра, да, мы погрузимся в тему экологический транспорт, как передвигаться по Эмиратам экологически сегодня и в будущем, значит, это можно зайти на вот этот вот сайт, uskytransport.com, Леша может выставить в этом самом, да, и там вот такая будет ссылочка, называется бизнес-брекфаст, да, вы там заполняете, я уже, кстати, заполнил такую графу, там пишите, как его зовут, заполняете свой e-mail, насколько мне помнится, да, и меня там поздравили, что я теперь являюсь официальным представителем, вот, то есть, это не представителем, а официальным, значит, скажем так, со, скажем так, участником довольно, хотя бы брекфаст, давайте скажем, участником этого завтрака, и вот мне сейчас будут приходить новости на мой e-mail, именно вот с SRT парка, да, то есть там попросили представиться, кто я являюсь инвестор, либо я там какой-то там ментор, либо там бизнес, какое-то сообщество, вот, и вы тогда можете туда, вам будут приходить новости, приглашать, вот, я так понимаю, такие на онлайн-бизнес-брекфасты, вот, но, возможно, в будущем вы даже сможете уже, скажем так, как у нас с вами будет наш с вами кошелек расти, да, потому что мы с вами молодцы, мы с вами инвестируем, мы получаем с вами доли компаний, которые пройти отцы в акции, возможно, в будущем я прям представляю, что те, особенно, кто присутствует у нас сегодня на встрече, вот, все эти люди, мы будем с вами уже ездить, настоящий бизнес-брекфаст, кто со мной согласен, поставьте десяточки, что мы с вами будем тоже присутствовать на таких бизнес-брекфастах, вот, и это очень здорово встречаться с людьми, которые двигают эту историю, которые действительно заинтересованы, у которых глаза горят, вот сейчас вот Ольга моя, Вероника, которая находится в Латинской Америке, она тоже познакомилась с одной из таких женщин, представляете, это женщина, которая сейчас активно помогает Ольге, она была при трех президентах, то есть она помощник при администрации, при трех президентах уже была, это, как мне Оля сказала, как вот был бы, допустим, там, извините, Брежнев, Горбачев, там, или там четвертый уже президент, да, вот, Ельцин, и вот, там, ну, это не очень, может, хороший пример, потому что у них там меняются, там, четыре, раз в четыре-восемь лет, да, вот, и вот она вот сейчас это вот все узнает, действительно, вот до тысячи, правильно, процентов, вот, и она все сейчас узнает, у Ольги очень все плотно, и они говорят, и Оля говорит, мне было очень приятно, что после вот этой вот уже встречи, надо было, кстати, вам, я вам потом выставлю, мне Оля в личку выслала, вот, а может, Леша, выстави даже, ты же тоже знаешь, выстави, посмотрит пусть видео, и вот эта вот женщина, она потом, Ольга, сказала, даже меня домой пригласила, говорит, Оля, какую вы работу тут делаете, огромную, вы, конечно, должны, мы вам будем помогать на всех уровнях, вот такие вот уже, представляете, связи, когда действительно Ольга рассказывает о транспорте, вот, казалось бы, вот, вот, очень здорово, поэтому, друзья, если кто хочет, регистрируйтесь вот на youskytransport.com, да, вот, заходите, это верхняя будет, кстати, в новости заходите, news, там можно перевести, кстати, на русский, если есть такая возможность у вас, просто через гугл, через гугл, и вот, регистрируйтесь на вот это вот, на данный breakfast, и мы с вами можем завтра поприсутствовать, послушаем, кто там будет выступать, вот, ну, и моя финальная фотография, думаю, что-то еще будет, вот, опять-таки, yousky запускай, Леша тоже запускайся, вот, и, скажем так, все новости, все интереснее и интереснее, и очень хочется, конечно, чтобы уже сказать, ребята, мы уже там, мы уже сям, вот, ну, я думаю, что это в ближайшем уже будущем, даже не будущем уже, в ближайшем таком обозримом, да, вот уже, вот-вот уже можно рукой подотянуться, это все мы с вами расскажем. Алексей, вы с космического корабля. Да, да, три недели получилось, да. Да, спасибо. Многие партнеры ждали, когда уже закончится, когда мы перейдем на 15-й. Но это случилось наконец-таки. В День Победы, 9 мая, мы, получается, отпраздновали два праздника. День Победы Великой Отечественной, ну и День Победы над 14-м этапом. Так что еще впереди один этап. Ну, доза бог, мы его тоже преодолеем быстрее, чем 14-й. Ну, тут уже, да, зависит от скорости инвестиций, от скорости строительства. Вот оно все это... Вот так что, да, такая веха, еще одна веха пройдена, осталась еще одна ступенька. Поэтому всех тоже, и кто недавно присоединился, и всех сторожил, вот как Лена Степина тоже с 15-го года, вот, марафонит. То есть, ну, есть, да, спринтеры, есть марафонцы. Вот есть люди, которые, вот, именно марафонцы, много-много лет подряд. Вот, так что поздравляю марафонцев с этим событием. Вот, потом что там у нас... Аудит. Окупаемость, аудит, да, аудит это отдельная тоже такая, ну, то есть, ну, тут два таких равнозначно мощных события, да. То есть, выход на самоокупаемость тоже, в принципе, очень важная вещь, потому что даже если вдруг остановится краудинвестинг, ну, вдруг там, не знаю, вот, как-то сложились обстоятельства, вот, то уже компания Зао Струн Технологии сама себя окупает, вот, то есть, она, люди уже не разбегутся, то есть, та команда, которая собрана, она уже есть. То есть, знания, которые они, они будут дальше внедряться, то есть, это, ну, тоже радует, то есть, ну, и я уверен, что, ну, как-то, вот, мы как-то, может быть, проведем этот вебинар отдельно, рассмотрим аудит в деталях, потому что я на своих встречах я рассказывал, там, мы приводили статистику, по-моему, сравнение 20-го года, по сравнению с 25-го, с 20-го с 21-м, насколько я помню, было в 5 раз, то есть, увеличение выручки. Вот, и я тоже говорил, что интересно, сколько будет в 22-м, вот. Ну, и, ну, да, Леша, тогда, может, эту тему прям взять, вот, прям ее проработать, тогда вот это вот, да, ну, да, можем или, или, да, или отдельно вебинарам, вот, или просто мы с тобой разделим, как-то там, полчаса, 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 я, и посмотрим, там, как сейчас нас урезали в количестве, вот, встреч, ну, так что, может быть, разделим пополам, вот, и посмотрим по цифрам, вот, то есть, во сколько раз мы, допустим, превысили 21-й год, вот, я думаю, что минимум в два раза, потому что, ну, на сколько по тем цифрам, которые были в 21-м году, там окупаемость, ну, я думаю, что раза в два, а то и в три у нас будет. Ну, ты не гадай, раз, раз, ты решишь, да, тогда разберешь это, да. Посмотрим, сколько там, ну, в общем, по цифрам пробежимся, да. А когда будет и капец, вот спросили, я сейчас вам говорю, что планируется в, значит, в июле, наверное, да, Леша, ближе, так, все-таки, вот, Марин, и вот. Насколько я помню, с 11-го по 20-е июля будут четыре группы, вот, там они будут разделены по языкам, то есть, будет испанская группа, будет русскоговорящая группа, будет витнамская группа, ну, и, вероятно, будет еще четвертая группа английская, англоязычная, вот, поэтому там, кстати, должно было всем участникам еще прийти письмо, вот, и на него надо дать ответ, то есть, именно подтвердить свое участие, вот, поэтому, кто еще не подтвердил, надо подтвердить, потому что тоже были, мне тут Марина Тихонова описал на днях, что где-то прозевало, вот, и сейчас вот через техподдержку уже, ну, как бы, это, все это усложняется, вот, то есть, лучше все делать вовремя. Вот, а в этом шарже планируется в октябре, вот, там, пока, да, еще нету, да, да, в шарже в октябре, и, возможно, еще будет в начале пятнадцатого этапа, еще будет один, один набор, вот, найти, ну, группы, ну, так что кто еще не успел попасть, там будет шанс это сделать. Ну, в любом случае, кто здесь, у нас в Мариной Горке, да, ну, кто живет в Минске и вообще в Беларуси, у нас, вот, Леша, да, уже несколько раз было такие, вот, у нас два раза, как минимум, мы ездили туда, да, поэтому, ну, как вот, у меня сейчас даже мои люди, знакомые, которые может быть даже не верили, сказали, что, ой, попали туда, вот, в Марину Горку, на рыбалку, а там, оказывается, такое, все, о, о, Олег, так мы, да, действительно надо, мы даже заинтересовались, расскажи, поэтому, вот, даже те люди, которые приезжают туда, на, скажем так, на рыбалку, они обращают внимание, ну, и вы знаете, что мы тоже активно ждем, вот, это вот, транспорт, который поедет уже для рыбаков, да, трассы рыбака, поэтому это тоже, не забывайте, что это тоже в ближайшее время уже, скажем так, должно... Минута, одна минута у нас. Да, ну, да, да, заговорим, всем, всем, спасибо, да, через две недели встречаемся, 29-го, 29-го мая, да, приходите и приводите других людей, думаю, будут какие-то еще новости, да, да, отлично, спасибо вам всем, да, тоже соскучились, Леш, правильно, так что до новых встреч, и ждем туда разбора аудита, да, 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 всех с праздником еще раз, всего хорошего, пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...